ДИНАРА САРТАЕВА Почему суд регрессников был отменен? И по какой причине работодатели не выплачивают компенсацию бывшим горникам? Об этом более подробно в репортаже Мирамгуль Салкинбаевой. Мост по проспекту Бухаржирау начали ремонтировать. Здесь частично перекрыли движение. Мы выполнены по всем требованиям современным, стандартам. Война между регрессниками и Арселор Миттл Тимиртау набирает обороты. 15 июля бывшие шахтеры, которые не видят выплат больше года, намерены устроить пикет перед департаментом Арселор Миттл. Работодатели по всей день кормят инвалидов завтраками. Подробности у Мирамгуль Салкинбаевой. Я надеюсь на нашего президента, который мы избирали, чтобы он нам помог. У нас 220 тысяч инвалидов, которые потеряли здоровье на предприятиях Арселор Миттл и Миртау. Толеген Бесимбек проработал на шахте больше 17 лет. Бывший горняк недавно выписался из больницы. Пройти весь курс лечения ему не позволяет материальное положение. Мужчина и его семья живут только на деньги, которые выделяются из горсобеса. А это всего 26 тысяч тенге. У меня ухудшение пошло с ногами. Теперь я 22 буду проходить в Т, очередной повторный. У меня ухудшение. На вот то, что средства мне государство платило до 4 июля. Все. Я теперь подтвержду, опять инвалидность подтвержу. Потом мне опять государство будет назначать пособие. По убеждению активистов, компания Арселор Миттл и Миртау должна была выплатить все долги еще несколько месяцев назад, когда первое судебное решение было в пользу регрессников. Однако все требования промышленный магнат проигнорировал. Тогда же возмущенные люди обратились в прокуратуру. Та обязала в департамент социальной защиты разобраться. Инспектор по труду обнаружил, что компания действительно нарушает закон и вынес предписание вернуть инвалидам то, что недоплачено. Нам пообещали, что этот вопрос мы все решим, все сделаем, вам заплатят. Все. Год прошел после этого. Год. Судебное разбирательство юрист Арселор Миттл и Миртау попросил отложить, так как никакого уведомления он якобы не получал. Для ознакомления с апелляционной жалобой он попросил два дня. Однако его ходатайство вторая сторона не поддержала. Сторона ответчика может за полчаса ознакомиться, прочитать и походу, так сказать, ответить с вами по всем вопросам. Люди собрались. Нет необходимости откладывать на два-три дня. Несмотря на это, судья все-таки отложила процесс на 16 июля. Судебное заседание по настоящему делу с апелляционной стремной транспекцией откладывает. Карагандинские шахтеры остались недовольными. Они уверены, бывший работодатель в очередной раз хочет уйти от ответственности. Это очередная манипуляция Арселор Миттл. Затягивание времени. Они прекрасно подавали апелляцию. Они были прекрасно осведомлены. Уже 15 июля возмущенные регрессники намерены устроить пикет. Они собираются лечь перед зданием департамента Арселор Миттл Тимиртау и лежать до тех пор, пока работодатели не выплатят им положенное. Обещают завтра, потом, завтра, потом. Это вот уже чаша территории начинает лопаться. Вот мы собираемся от числа 15-го собираться на площади и лечь там уже. Мирамгуль Салкинбаева, Лжас Габбасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Карагандинские полицейские раскрыли уголовное дело, подставив наркомана. Местные правоохранительные органы обвиняют 33-летнего Михаила Юркина в сбытии наркотических средств. С предъявленным обвинением подозреваемый не согласен. В проблеме разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. Мать подозреваемого Зои Юркина видит своего сына только на суде. О том, что он употребляет наркотики, мать обвиняемого знала всегда. Да и на суде этого отрицать не стала. Женщина отмечает, что принимать опасное зелье Михаил начал еще три года назад, когда появились проблемы со здоровьем. Наркотики стали для него лекарством, рассказывает мать подсудимого. Я не вижу с ним, даже не дадут обнять ребенка моего. Употребляет так, лечите его. Зачем ему такую статью, что он торговал? Он никогда в жизни не торговал. И вот здесь вот лежали пакеты. Они сказали, выпали пакеты с кладовки якобы. А вот здесь как очутились пакеты? Когда Миша вот так вот закрывал за собой дверь, он-то первый зашел, а все за ним, его заставили закрыть. Он когда закрывал двери вот так, вот по-видимому в это время подкинули вот эту траву. Задержали Михаила Юркина еще в апреле этого года. Со слов матери, даже обыск стражи порядка проводили не в рамках закона. Понятых полицейские привели своих. Да и на сам обыск родных не пускали, отмечает Зоя Юркина. Его схватили возле дома, проверили, ничего там не было, только ключи и сотка. Потом они зашли домой, меня не пустили в дом. Я говорю, мне надо вовремя пить лекарства. Я сердечница, у меня лицевой нерв. Не пустили меня домой. Все, нельзя. Возмущенные люди уверяют, что местные правоохранительные органы пошли на такой шаг лишь для того, чтобы улучшить раскрываемость преступлений. Как оказалось, Михаил Юркин стал уже восьмой жертвой, которого таким образом упекли за решетку. А помогает в этом полицейским статист, который сам является наркозависимым, отмечают родные подозреваемого. Статист ихний, он работает, это у них действительно, оно как на поток поставлено. До этого, да, до этого, другого человека. Точно так же и именно этот статист вот так же подставил и посадил. И у него вот это идет. Мы показываем в суде, что он уже там, ну, не менее восьми раз судимый, но это нет, он же, оказывается, на ментов работает, это все нормально. А то, что он сам наркозависимый и то, что он статист реально подставляет людей, на это суд вообще ничего не обращает внимания. На судебный процесс по делу Юркина съемочную группу первого карагандинского не запустили. Адвокат подозреваемого Нариман Хабибуллин уверен, что в материале дела полно следственных ошибок. Как могли признать наркозависимого человека алкоголиком, защитник до сих пор понять не может. Были допущены нарушения в части упаковки данного наркотического средства. То есть, наркотическое средство было упаковано и опечатано, обвязано нитью черного цвета, а на экспертизу предоставляется уже упакованной и обвязанной нитью серого цвета. Это нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса. Приговор будет вынесен уже на этой неделе. Родные и адвокат Михаила написали жалобу в областную прокуратуру. Правозащитник подозреваемого намерен идти до конца. О Михаиле Юркине все соседи и друзья отзываются только с положительной стороны. В случившее родные подозреваемого до сих пор поверить не могут. А вот отец 33-летнего Михаила был вынужден сменить место работы, так как вся работа по дому теперь на его плечах. Мирамгуль Салкимбаева, Тулегин Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Далее мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес, озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15, 42-42-21. Чиновника могут наказать за ругань на подчиненных. На главного государственного инспектора труда Скорбека Шентасова написали жалобу его коллеги. Госслужащий оскорблял своих сотрудников, которые в свою очередь не применули обратиться в дисциплинарный совет. Привет. Чувствует ли за собой вину чиновник, узнавала Амина Смакова. Слова «Свинопас» еврей Хохол в Департаменте по контролю и социальной защите населения запомнят надолго. Сотрудники ведомства, услышав в свой адрес, такие слова от начальника не на шутку оскорбились. И даже подали на него жалобу в дисциплинарный совет. Сам же высокопоставленный чиновник утверждает, что таких слов даже не знает. А Скирбек Шентасов отрицает свою вину, аргументируя тем, что он казах, и ругаться может исключительно на родном языке. Слово «свинопас» у меня нет такого. Я живого свинюю первый раз в 92-м году в Германии видел. Больше я свинюю не видел даже. Не только свинюю. Кто как? Свиняопас. Это пастух свиней, что ли? Я не понимаю, кто это такой, что за слова. Ведомстве в свою очередь провели внеплановую проверку, которая факт оскорбления подтвердила. Письменные жалобы поступили как минимум от семи человек, рассказывает руководитель областного департамента по делам государственной службы Каэржан Такушев. Факты грубости тоже имели свои подтверждения. Таким образом, вопрос был вынесен на дисциплинарный совет. И дисциплинарный совет Карагандинской области принял рекомендацию о наложении дисциплинарного засыскания в виде строгого выговора. Амина Смакова, Карат Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Мост по проспекту Бухаржирау начали ремонтировать. Здесь частично перекрыли движение. На ремонт деформационных швов моста и укладку нового асфальта из городского бюджета выделили 160 миллионов тенге. Путепровод на 45-м квартале не видел капитального ремонта с 2003 года, а к началу августа он преобразится. Первым этапом подрядчики компании «Матан» приведут в порядок деформационные швы, покрасят ограждения, заменят осветительные приборы, так называемые пушкинские фонари. Кроме того, здесь восстановят криволинейный брус, ограждение транспортного потока. Работу решено проводить только в светлое время суток, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Следующим этапом путепровод заасфальтируют. Это будет современное шебедочно-мастичное асфальтобетонное покрытие, рассказывает руководитель городского отдела ЖКХ Айдос Жакенов. Хотелось бы отметить, что в текущем году у нас шма будет уложена по воинов-интернационалистов, по улице Ермекова, и на всем протяжении от проспекта республики до улицы Жамбула. То есть полностью, практически весь проспект Бухаржирау будет выполнен по всем требованиям современным, стандартам. Карагандинский исполнитель Адам будет представлять Казахстан на конкурсе «Новая волна» в Юрмале, который пройдет с 23 по 28 июля. На сцене концертного зала «Дзинтери» выступит 15 конкурсантов из разных стран мира. О том, как готовиться к международному конкурсу «Карагандинец», рассказал директор певца Азамат Муратов. В репертуаре нашего земляка один зарубежный хит – композиция «Спасибо небеса» Николая Носкова, которую он исполнит в дуэте с Макпал Исабековой, а также песня «Гулистан Казахстан», автором которой стал Курмаш Маханов. Один из республиканских телеканалов сообщил, что музыка якобы написана на слова Мукоголи Мукатаева, однако директор Адама эту информацию опровергает. К Юрмале певец готовился последние 9 месяцев. Нужно отметить, что от Казахстана поступило 15 заявок на участие в «Новой волне». В финал прошел именно карагандинский исполнитель. Главными соперниками в конкурсе казахстан сосчитают вокалистку из Германии и певца из Кыргызстана. Уже завтра, 12 июля, Адам вылетает в Юрмалу, где продолжаются репетиции и подготовка к «Новой волне». В столице в последние несколько лет активно строятся объекты духовной культуры. В 2009 году был открыт уникальный концертный зал «Казахстан», а не так давно состоялась презентация нового театра оперы и балета «Астана-опера». Об этом и о многом другом наши корреспонденты говорили с генеральным директором концертного объединения имени Кали Байжанова Талгатом Идрисовым. «Рождение и становление Астаны – это целая эпопея нашей современной истории», рассказывает в своей статье «Лидер нации» Нурсултан Азарбаев. Талгат Идрисов рассказывает, что, прочитав ее, сразу вспомнил случай, когда за рубежом Астану назвали «Новым Дубаем». Действительно, в последние годы столица заметно преобразилась. Талгат Идрисов отметил, что недавно открывшийся театр «Астана-опера» по праву можно назвать достоянием нашей страны. Как человек искусства, больше всего он был поражен акустическими способностями нового зала. Человек искусства, могу сказать, бывая на разных фестивалях, на гастролях, и мы всегда слышим отзывы зарубежных наших друзей, что наша столица, наш город Астана является сейчас новым явлением, можно сказать. В ближайшие дни в Караганде ожидается жаркая погода. Солнце побалует горожан лишь до начала следующей недели. Об этом сообщают местные синоптики. В Карагандинской области только в некоторых районах выпадут небольшие осадки. Дождливо будет в Осокаровском и Нуринском районах. Температура у нас сохраняется высокая, наблюдается южный вынос тепла с юга на наши районы. Поэтому на 2-3 дня, даже больше 12-14 в районе Караганды, в городе у нас, сохраняется высокая температура. Ночная 14-19, дневная 27-32. Получаем долгосрочные карты на будущее положение циклонов, антициклонов. И в Караганде вот так у нас только с 15-го июля будут наблюдаться кратковременные дожди. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит «Новости спорта». С ними вас ознакомит Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Казахстанские спортсмены с триумфом вернулись в чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Карагандинцы Максим Локтенов и Арсем Сарсикенова сумели завоевать золотые медали. С 1 по 7 июля в Бишкике прошел чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 стран мира. Казахстанцы Максим Локтенов и Арсем Сарсикенова набрали 335 и 250 в суммарных баллах соответственно, что позволило им завоевать золотые медали на главном первенстве Азии. Оба спортсмена тренируются под руководством карагандинских тренеров Геннадия Локтенова и Ивана Снегурова. В честь спортсменов во дворце спорта имени Нуркена Абдирова для СМИ был организован брифинг с чемпионами и тренерами. Также на брифинге участвовал заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по легкой атлетике Дмитрий Карпов. Спортивный дуэт отца тренера и сына спортсмена отлично зарекомендовал себя еще в лице семи Карповых. Теперь вот и Локтеновы принялись покорять спортивный олимп. Трудностей так таковых не было на соревнованиях. Трудности были перед, ну на сборе там у всех бывают трудности, но это все было пройдено. И на соревнованиях я подошел в принципе в хорошем настроении, в форме, и поэтому не было никаких трудностей. Еще один триумфатор минувшего первенства Азии Караганинка Асем Сарсикенова поделилась своими впечатлениями. Сложности были только в подготовке. Я думаю, что мы были очень большие травмы, но мы это пережили, перетерпели и показали хороший результат. Но то, что я подняла на чемпионат Азии, мы думали начать больше, больше поднять. Но то, что там такой сильной конкуренции не было, подняли по минимуму и выиграли с этим результатом. Футбольная команда областной спортивной школы Жастар в начале августа отправится на международный турнир в Болгарию. Сейчас футболисты усиленно тренируются. О том, как проходит подготовка к первенству, в следующем сюжете. В столице Болгарии, городе София, с 4 по 13 августа стартует международный юношеский турнир по футболу, в котором примет участие команда из Казахстана. Футбольная сборная областной спортивной детско-юношеской школы Жастар ведет активную подготовку юных футболистов к международным играм. Футболисты 2004 года рождения уже не первый год занимаются футболом и точно знают, кем хотят стать, когда вырастут. Учебно-тренировочные сборы команды в самом разгаре. Уже были проведены две контрольные встречи со сверстниками из Шахтера и командой из Тимиртау. В обеих играх удалось победить. На сегодняшний день наша готовность очень серьезно участвует к этому международному турниру, который «Нептун» 2013 год. Там ожидается, сколько зарубежных команд участвует, много. Мы надеемся, что наша команда неплохо выступит. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, то непременно звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok